На страницах в социальных сетях администрации города Твери организована рубрика под названием «Улица Победы». Новый выпуск посвящен истории героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной. Напомним, в преддверии 75-й годовщины со дня Победы в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» особое внимание уделяется ремонту улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. В Твери 9 объектов улично-дорожной сети станут участницами компании «Улица Победы». Слово передаю сотруднику Тверского государственного объединенного музея Олегу Петрову. Мы находимся на улице Лизы Чайкиной. Елизавета Ивановна родилась в 1918 году в деревне Рона, Нинепеновского района Тверской области, в обычной крестьянской семье. С детства проявила свой характер, была активной участницей всяких общественных мероприятий. Неудивительно, что вскоре стала комсомолкой, а перед войной даже возглавила районный комитет Комистического союза молодежи. В начале Великой Отечественной войны перешла на подпольную работу. Довольно высокая должность секретаря подпольного райкома комсомола позволяла ей находиться достаточно далеко от района боевых действий, но она не считала себя вправе быть в стороне от борьбы народа. Была активной участницей партизанского движения, сама неоднократно ходила в разведку. В результате была захвачена врагом. После пыток и издевательств, не выдав никого из своих товарищей, была расстреляна гитлеровцами 22 ноября 1941 года в поселке Пена. На месте гибели героини сейчас находится бюст работы известного скульптора Томского, и посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Улица Лизы Чайкиной находится в пролетарском районе Твери, проходит от Академической улицы до проспекта Калинина. Начала застраиваться в 1950-е годы. Протяженность 380 метров. В 2020 году на улице Лизы Чайкиной пройдет и ремонт дороги и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова